Сегодня я покажу тебе, как сделать вот такой крутой рабочий стол. А самое главное, делается это очень просто и никак не сказывается на производительности компьютера. В общем, поехали! Первое, что тебе понадобится, это очистить свой рабочий стол от мусора, ну то есть от значков. Поэтому смело удаляй всё. Когда это будет сделано, нужно поставить обои, чтобы прям ммм. Ну то есть, чтобы все писали тебе в личку с просьбами сбросить обоину. У меня вариантов много, но я решил поставить Марти Макфлая в футуристическом варианте. Ссылку на эту обоину и другие крутые я оставлю в описании под роликом. Затем нужно сместить панель задач наверх. Для этого сними галочку с пункта «Закрепить панель задач» и перетащи её вверх. Это уже будет смотреться необычно и приятно. К тому же эта панель на macOS и Linux всё равно по стандарту находится сверху. Не будем отступать от традиций. Также не забудь сменить оформление винды на тёмный и убрать корзину и все другие системные значки с рабочего стола, которые ты не смог удалить, потому что они системные. Для этого на рабочем столе кликни правой кнопкой мыши «Персонализация», затем в раздел «Цвета» слева и чуть ниже установи галочку на пункт «Тёмный». Потом перейди в раздел «Темы» и ниже в пункте «Сопутствующие параметры» выбери параметры значков рабочего стола. В открывшемся окне поснимай просто все галочки сверху и жмякни «Ок». Всё, можно закрывать персонализацию. Дальше нам надо установить сразу четыре программы, а именно «Десктоп Кэл», чтобы вытащить на рабочий стол календар с делами, затем «Мини Бин», чтобы вынести иконку корзинки в трее, «Рокет Док», чтобы сделать панельку с программами внизу, как на macOS, и, наконец, «Рейн Метр», удобную штуку, чтобы вывести виджет нагрузки на процессор и текущую дату внизу экрана. Не беспокойся, все эти программы бесплатные, и ссылку на каждую я оставлю в описании под роликом. Дальше нужно каждую по-быстрому настроить. Начнём с «Десктоп Кэл». Позиционируй его на рабочем столе точно так же, как это сейчас делаю я. Дальше перейди в «Настройки», сними галочку «Показать тени» и выставь остальные параметры так же, как видишь сейчас у меня. Затем жми «Применить» и с календарём, в принципе, закончено. Можешь дважды щёлкнуть по нужному дню, чтобы занести туда какие-то свои дела. За следом настройка «Рокет Док», но для начала его запустим, потому что после установки он сам не запускается. Когда панелька появится, кликни правой кнопкой мыши по ней и перейди в пункт «Настройка панелей». Затем переходи по каждой вкладке настроек и выставляй всё точно так же, как это сейчас делаю я. Ну и в конце просто перетащи все нужные программы в «Рокет Док». При необходимости можешь поменять иконки для каждой из них. Для этого можно просто правой кнопкой на любую программу кликнуть и зайти в пункт «Настроить значок». В описании я оставлю ссылку на архив с целой кучей крутых иконок для программ, которые ты можешь использовать в «Рокет Док». На очереди настройка «Рейн Метр». В описании будет ссылка на архив, тот же, в котором ты найдёшь кучу иконок для «Рокет Док». Там всё это в одном архиве. Там же я оставлю и папку «Рейн Метр», в которой будет скин «Фин Бар» и его русская локализация от меня. Просто запусти файл «Фин Бар Сьют» двойным кликом и нажми «Инстал». Затем из этой же папки открой папку «Локализация». Скопируй оттуда всё содержимое и перейди в «Документы», затем в папку «Рейн Метр», после чего вставь ранее скопированную папку и подтверди замену. Теперь осталось только сам «Рейн Метр» настроить. Переходим на рабочий стол и видим, что здесь у нас появилось много виджетов, которые сами по себе смотрятся неплохо, но их нужно отредактировать. Удаляем все виджеты, кроме виджета с датой и трёх виджетов для измерения нагруженности на процессор и всё такое. И, наконец, просто позиционируем оставшиеся четыре виджета так, как нужно. На этом настройка «Рейн Метр» подходит к концу. Ну и в итоге настраиваем мини-бин. Просто из скрытых значков выносим её в трее, чтобы она там отображалась всегда. Теперь это будет нашим новым индикатором корзины. Точно так же при желании можно вынести из скрытых значков в трее любые другие значки, чтобы они там отображались постоянно. У меня, например, туда вынесен Telegram, мини-бин и менеджер загрузок. Ну и в конце нам осталось только панель задач немного прокачать. Для начала скрываем значки поиска и просмотра задач. Это делается легко. Правая кнопка на них и снимаешь соответствующие галочки. Дальше открепляем все программы, которые закреплены на панели задач. Я оставлю только проводник и браузер Google Chrome. По желанию можно оставить еще 2-3 программы закрепленными, но не больше. Будем придерживаться минимализма в этом вопросе. Потом кликаем по панели правой кнопкой мыши и в разделе панелей выбираем пункт создать панель инструментов. В открывшемся проводнике где-нибудь в документах создаем пустую папку, в которую будем помещать ярлыки для нашей новой панели. Я назову эту папку My Panel. Потом перетаскиваем появившуюся панельку чуть левее. Жмем на нее правой кнопкой и снимаем галочку сначала с пункта показывать подписи, а затем с пункта показывать заголовки. Дальше из проводника нужно перейти в эту самую только что созданную папку My Panel и выкинуть в нее все значки часто используемых программ. Их будет, наверное, у всех штук 5. Когда с этим закончено, снова кликаем на панельку правой кнопкой мыши и в пункте вид указываем вариант крупные значки. Затем можно эти самые значки обычным перетаскиванием отсортировать так, как это нужно. Ну и теперь надо создать еще одну панель, но в этот раз немного другую. Кликаем на панель задач все так же правой кнопкой мыши, все так же переходим в раздел панели, но теперь выбираем пункт ссылки. Снова протаскиваем появившуюся панель чуть левее и снова вырубаем в ее настройках те же галочки и выставляем вид в значение крупные значки. После кликаем на эту панель правой кнопкой и выбираем пункт открыть папку. В открывшейся папке жмем правую кнопку мыши, создать и выбираем пункт ярлык. В открывшемся теперь окне вписываем адрес сайта. Например, я впишу адрес сайта youtube.com. Таким образом я добавлю еще примерно 2-3 других сайта, которые часто посещаю. Ну и после этого можем каждому созданному ярлыку добавить соответствующую иконку, потому что сейчас их по иконке не различить. Иконки для некоторых сайтов ты найдешь все в том же архиве в описании под роликом, где нашел и скин для RainMatter. Чтобы поставить иконку, достаточно кликнуть по ярлыку правой кнопкой мыши, перейти в свойства и нажать сменить значок. После чего указать файл значка в формате .ico. Так же я сделаю со всеми созданными ярлыками. Кстати, найти любые значки можно на iconarchive.com. Его основное преимущество заключается в том, что он выдает значки в формате .ico, которые чаще всего и пригождаются. Если же нужного значка там нет, можно попробовать найти на flaticon.com или же в Google картинках, а затем перекинуть из PNG в ICO через сервис, например, через convertico.com. Ссылки на все эти ресурсы также будут в описании под роликом. Ну а мы возвращаемся к гайду, благо уже почти закончили. Ну и последнее, что нужно сделать, это вернуть меню пуск до такого же вида, каким он был на седьмой винде, потому что в десятке сейчас это просто ужас. Для этого лучшая программа это Start is Back++. На нее ссылку я тоже оставлю в описании под роликом. В общем, устанавливаем Start is Back++, делается это довольно быстро. И затем жмем правую кнопку мыши на иконку пуска. Дальше выбираем пункт свойства. В открывшемся окне настроек нужно пройтись по каждой вкладке и, соответственно, настроить все по своему вкусу. Кстати, с ее помощью можно также выставить кастомный орб. Я вот немного посидел в фотошопе и слепил орб со своим логотипом. Получилось вполне даже адекватно и очень красиво. А на этом наш гайд по крутому рабочему столу подходит к концу. Мы сделали все, что нужно. Само собой, тебе не обязательно повторять и делать все точно так же, как это сделал я. К примеру, нижнюю панель можно убрать направо, налево или вообще ее удалить. Дальше можешь действовать по вкусу. Самое главное я тебе уже показал. Не забудь проверить описание. Там будут все нужные ссылки на архив с иконками, скинами и также ссылки на нужный софт и на ресурсы, о которых я говорил. Не забудь поставить свой царский лайк, подписаться на канал и, конечно же, врубить колокольчик уведомлений. В остальном, добро пожаловать в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok